Девушки отдыхают Теперь переходим к вопросу, что же такое резистентность. Вот мы с вами об этом говорили. Когда возникает способность вируса стать менее чувствительным, резистентным к ранее эффективной доте лекарственного препарата. То есть вирус уже не реагирует на это лекарство, точнее лекарство не блокирует его работу. Как она возникает? Как она вообще развивается? И почему это происходит? Потому что, во-первых, вирус очень быстро развивается. То размножение – это буквально секунды. Это мультфильм, он длился очень длительное время, чтобы объяснить работу. Но даже если представить себе, что время, то, что в мультфильме – это реальное время, согласитесь, это тоже быстро. Понимаете? Даже вот это время уже быстро. Очень важно понимать, что у вирусов существует мутация. То есть следующее поколение вирусов, оно уже чем-то отличается. То есть оно учитывает информацию вот этой терапии, которая применялась. И следующее поколение вируса уже более такое резистентно к данному лекарственному препарату. И некоторые мутации вируса происходят из-за воздействия лекарственных препаратов. То есть лекарство способствует тому, что вирус уже начинает мутировать. Поэтому очень важно, скажем, врачи подбирают. Скажем, если у человека туберкулез и ВИЧ. Такие лекарства. Одна комбинация препаратов. Скажем, гепатит С и ВИЧ. Другой будет набор. То есть это тоже важно учитывать. Потому что мутация происходит, от нее никуда не уйти. Как она развивается? В начале лечения исчезают высокочувствительные вирусы. То есть те, которые первые почувствовали это лекарство. Но они оставляют под себя определенную цепочку, которые воспроизводят вирусы. Несмотря на терапию, которая применяется. И со временем в организме становится все меньше вот этих высокочувствительных вирусов и больше резистентных. И причем недостаточного количества лекарственных препаратов ведет к более стремительному развитию резистентности. Поэтому мы говорим, что чем точнее будет приниматься лекарственный препарат. И чем лучше определена вот эта группа, тем лучше будет идти терапия. Ну вот смотрите, как развивается сама резистентная цепочка. Вот посмотрите. То есть сопротивляемость вируса к вот этому лекарственному препарату. Вот у нас было количество вирусов. Вот это высокоактивное, то есть высокочувствительное к препарату. Это нет. Мы начали применять. Количество вируса спадает. Но вот эти, которые устойчивые формы вируса, она осталась. И смотрите, если препарат принимать постоянно, как вот вовремя, он всегда будет на одном уровне. Но стоит чуть-чуть, будем так говорить, сместить время, все, то есть увеличить их количество. Ну не надо, конечно, впадать в панику. Ой, полчаса пропустил. Все, наверное, надо менять терапию. Нет. Но если человек постоянно, понимаете, постоянно не соблюдает вот этот вот режим, он практически себя ставит в ситуацию риска. В конце концов, он будет удивляться, почему терапия не работает. Почему он пошел, сдал анализ, а у него при применении терапии увеличилась нагрузка, снизилась СД-4. Ему врач, естественно, задает вопрос, как у вас с приверженностью, насколько там вы принимаете препараты постоянно. И, как правило, всплывают вот эти ответы. Ну, вы знаете, бывают сбои. Один-два сбоя, это не принципиально. Но если это постоянное такое безответственное отношение, то пойдет рост. Ну, вот какие существуют препараты, которые применяются раз в день, и они действуют 24 часа. Есть препараты, которые применяются два раза в день, их действие на 12 часов. Есть три раза в день на 8 часов. И опоздание больше, чем на 1-2 часа делает вирус уже полностью резистентным. И способным к воспроизведению. То есть, лекарство у него уже не действует вообще. Опять повторяем, если это идет на постоянной основе. Плюс-минус сегодня 2 часа, плюс-минус завтра. То есть, это уже действительно серьезно. Вот как действует пропуск. Вот такая табличка, да. То есть, были чувствительные и нечувствительные. Сбой произошел. Вот препарат не приняли, доза пропущена. Все, пошли одни резистентные вирусы. То есть, доза принята, вроде бы там больше стало таких чувствительных, да. Но в любом случае растет. Поэтому, понимаете, когда консультируем людей на эту тему, нужно обязательно доводить это до сведения. И может быть даже, знаете как, помощь заключается в том, что звонить и спрашивать. Вовремя принимать. Вовремя. Ты принял, значит тебе через 5 минут принимать. Или там, у тебя был 5 минут назад прием. Вот это очень здорово помогать. Если два человека другу помогают. Обычно вот в группе поддержки для ЛЖВС, это люди, живущие с вирусом и спидом. С вирусом и спидом. Вот. Они обычно другу помогают. Особенно тот человек, который входит в терапию. У него обязательно есть группа поддержки, которая его отзванивает. Прямо говорит, даже раздражать начинает. Но это нужно. Особенно на первом этапе. Пока человек не примет для себя вот этот вот режим дня. Вот вопрос. Нет, сначала. Сначала уже, да. Вот Андрей, да. Андрей. По поводу, есть рекомендации, какие лучше препараты? 12 часов, 3 раза. Это только врач может назначить. Ну вот сколько мы встречали людей, в основном все 12-часовые. Видимо, врачи у нас предпочитают вот такие. Может, таких лекарств больше. Может быть. То есть мы не врачи. Комбинации разных. Мы вам говорим, что есть. Но принцип работы, он везде один. Мы как инсультанты можем только помочь людям. И второй вопрос какой был? Вот у алкоголиков, да, в группе опора, в группе 12 шагов, есть такое понимание, что только алкоголик сможет понять и таким образом помочь и быть спонсором, да, как то, о чем мы сейчас говорили. То есть как-то вести этого человека, помогать ему звонками или как-то дальше по жизни. То есть человек неупотребляющий, в принципе, способен, но очень-очень-очень маленько вероятно. Здесь, я думаю, то же самое. То же самое. Человек, не болеющий спидом, он и забудет, и, в конце концов, у него это не болит. И он этого не может и не должен. Не, ну, если мы берем на себя... На какой-то там этап, но потом это все равно, правильно, раздражать, значит, не как с того человека, кто будет звонить. Потому что ему это надо, а я за ним бегаю. Да, я за ним бегаю, напоминаю. Это очень тяжело и проще найти спонсора из того, кто... Это идеальный вариант. Поэтому сейчас есть такие группы, которые называются ЛЖВС. Люди, живущие с ВИЧ и с ПИДом, они помогают друг другу социализироваться в этом обществе, адаптироваться, жить с этой проблемой, с этой болезнью и вовремя принимать эту терапию. Золотые стандарты лечения. Что это такое? Во-первых, не менее трех препаратов. Два препарата, это уже возникает резистентность. То есть на каком-то уровне уже нет, не блокируется работа вируса, и он способен к воспроизводству. То есть если к вам приходят, говорят, вот, представляете, с мне гортями пить таблетки, то есть, ну, чтобы вы знали почему. Так объясните человеку, это все нормально, все во благо. Да, три препарата. Никогда не использовать монотерапию, то есть один препарат. Тут резистентность очень быстро развивается. Никогда не использовать комбинацию из двух препаратов. Потому что не подавляется должным образом. Только три препарата одновременно. Вот. Ну, вот реакция. Если применяется монотерапия, идет на какое-то время снижение, потом опять рост. Причем это время очень маленькое. Ну, допустим, если 24-часовой цикл. Два часа, и все, и опять вирус нагрузки увеличился до прежнего уровня. Если идет терапия двумя препаратами, снижение, конечно же, есть, но резистентность все равно увеличивается. Если комбинация из трех препаратов, то количество вируса падает, и причем может снизиться очень серьезно. Включая ингибиторы протеаза, обратите внимание. Потому что ингибиторы протеаза сравнительно недавно были, так сказать, введены в действие. И когда их включили, посмотрите, клетки СД-4 резко пошел вверх, а вирус пошел вниз. То есть это действительно очень мощно. Как только подключился третий ингибитор, все, мощно пошла прямо такая волна лечения. Ну, и тут заодно история пока. То есть в 87-м году только одно лекарство применялось. В 94-м уже два стали применять. Сейчас применяют не меньше трех. Вот, и уже конкретные, в общем-то, результаты. Ну, тут препараты в наличии. Тут просто мы... Чтобы узнали, как они... Это не уколы, это просто таблетки. Да. И вот, как мы уже сказали, сейчас есть такое понятие, как дженерики. То есть все в одной таблетке. Не надо носить с собой пригоршню. Ну, с другой стороны, понимаете, если все в одной таблетке, то там они все три препарата. А если какой-то один из них, скажем, мой организм не принимает, то есть у женерик мне уже не пойдет. То есть как бы тут у женерики есть и плюсы, но у женериков есть еще и минусы. То есть меньше, будем так говорить, гибкость в предписании. И второй момент. Если возникла какой-то пропуск лекарственного препарата, или не вовремя принято, или пропуск вообще, или что-то там, ну, просто не стал применять, то вторая линия, так называемая, когда назначают уже вторую линию терапии... То есть, скажем, человек бросил принимать АРТ, а у него пошло ухудшение. И он приходит опять к врачу, ему выписывают препараты. То уже там не одну таблетку выписывают. И даже не три. А там будет он принимать много. Вполне возможно, два препарата по протеазе, два гиббитера по обратной транскриптазе, может быть, даже сразу три по слиянию. Представляете? То есть, обычно говорят, первый шанс – самый лучший шанс. Вот первая терапия, которая прописана, в которой организм адаптировался, вот с ней живи, и с ней ты можешь прожить долго, качественно, замечательно, и, в общем... Ну, и видите, там уже из аптеки выходите такой, с тележкой. То есть пусть у вас вот это вот как бы вот стоит, эта картинка, да? Что если уже дошли до жизни такой, что уже, да, ну, нужно АРТ, и только АРТ теперь может помогать, так теперь уже это берем как дар от Бога и пользуемся тем, что предлагает нам медицина. Ну, все-таки непонятно, вот, а ты можешь жить долго, как обычный человек или долго, в каком смысле? Как обычный человек. А, ясно. Ну, вот без АРТ до 10 лет. С АРТ больше 10. Сколько пока? Ну, вот один человек живет 20 лет. До сих пор живет. До сих пор живет. 20 лет назад, понимаете, до сих пор ни одного симптома СПИДа нету. Иммунная система работает, ну, понимаете. То есть, как бы тут уже, вот, опять, очень много разных моментов. Естественно, мы говорим о качественной жизни. Мы не говорим о том, чтобы жить под капельницами. Мы говорим о качественной жизни, понимаете. Но он не остается переносчиком, да? Он остается переносчиком. Но вот о том, каким образом вот это свести к минимуму, у нас еще впереди. Мы с вами пока... Понимаете, мы сейчас говорим с вами о когнитивном компоненте. Что нам надо знать о ВИЧ? Информация, какой мы должны обладать, чтобы помогать людям. А сейчас мы с вами перейдем на рефлексию, мотивацию, на конкретное поведение. Мы сейчас на все перейдем. Давайте так вот. Пока первая ступенька, да? Самое главное, мы поняли вообще, как ВИЧ работает, вообще, что за РТ такие, что такое индибитеры, как это все пересекается. Вот, вот это самое главное. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok